я вас приветствую всех наших уважаемых потребителей нашего синтезита потребители которые его уже попробовали и те кто будет покупать его в будущем использовать его хочу поделиться с вами хорошей новостью информации о исследованиях которые проведены с нашим препаратом это феноменальный препарат я хочу раз еще раз подчеркнуть он создан в результате серьезного и инновационного процесса сложного процесса многоступенчатого но результат который мы получили он оправдал оправдал наши ожидания сегодня можно однозначно сказать что синтезит это чудо которая действует на организм человека которая позволяет улучшить состояние человека снизить его биологический возраст и если вчера мы ориентировались на информацию которую давали наши потребители ну и конечно мы ориентировались на информацию первых этапов научных исследований которые провел кандидат медицинских кандидат биологических наук дмитрий булгин установив что при использовании при приеме синтезита увеличивается количество стволовых клеток то сейчас это уже объективные научные данные комплексные научные данные сделаны в двух серьезных лабораториях пока российских но я думаю что в будущем это все подтвердит и подтвердят и лаборатории зарубежные но вот во время карантина есть определенные сложности первая информация которую я хотел бы сообщить это данные научно-исследовательского отчета научно-исследовательской работы сделаны в вне медицинской приматологии когда группа пожилых приматов макак обезьян получала в течение месяца наш препарат синтезит и исследовались результаты действия синтезита на их бег на биохимические показатели их крови результаты оказались вот мне даже сложно подобрать термин вот слово феноменально она затерта вот но тем не менее это фантастические результаты на самом деле прием синтезита снизил уровень холестерина у этих пожилых приматов он снизил уровень важнейших таких ферментов вот которые повышаются с с возрастом и показывают а то показывают что организм начинает стареть то есть данном случае речь идет о аланин минотрансферазы вот это фермент который в наибольшем количестве вырабатывается в печени и в меньшем почках и поджелудочной железе при повреждении этих органов в крови наблюдается повышение уровня вот этой аланин трансферазы аланин минотрансферазы я прошу прощения вот соответственно счет с возрастом вот это количество этого фермента повышается что будет а слуга а каких-то остарение организма о том что эти органы изнашиваются результате приема синтезита вот это как раз вот этот фермент количество этого фермента которое наблюдалось в крови вот испытуемых обезьян она снизилась снизилась количество холестерина и само собой значит с точки зрения физиологии возраст обезьян можно сказать тоже снизился нормализовалась количество железа глюкозы в организме вот этих обезьян более того несмотря на то что сам синтезит это очень-то основан на железе вот в основе своей имеет железо тем не менее уровень железа немного снизился что опять же так сказать о нар о том что он нормализует биохимию организма нормализовал биохимию организма вот этих пожилых приматов в целом можно сказать что это совершенно это успешный успешный результат из исследования успешный результат который говорит о том что синтезит это мощный препарат мощная биологически активная добавка которая позволяет улучшить качество биохимических процессов в организме живых существ в данном случае это приматы но я думаю что человеческий организм и организм приматов они схожи в определенном смысле наш отчет будет размещать вот этот отчет не наш отчет это отчет не и приматологии будет размещен на нашем сайте работу провела такая серьезная группа не и приматологии руководителем исследований была заместитель директора по научной части и приматологии джина джин джинаровна королаглы вот а значит исследование стволовых клеток провел дмитрий викторович булгин руководитель лаборатории патологоанатомической лаборатории но есть фактически работа вот эта работа она подтверждает что синтезит является лекарством от старости это самое важное ну и здесь небольшие такие небольшая добавка кому-то интересно приятно дело в том что сейчас проблемы у людей из из избыточным весом так вот вот эти приматы которые получали синтезит они начали меньше есть вот их вес снизился на пять процентов это несколько удивило сотрудников не и они сочли что это возможно обезьяны стали потреблять меньше из-за стресса но мы знаем что человек потребляющий вот на примере людей которые опыт на примере людей которые потребляли синтезит мы знаем что его употребление снижает потребность в еде не аппетит снижает а именно потребность в еде аппетит сохраняется все сохраняется но потребность в еде меньше в данном случае у обезьян мы видим тот же самый феномен и вес вот этих пожилых приматов снизился на 5% в среднем. Сейчас в эпоху, когда людей тревожит, беспокоит избыточный вес, вот этот фактор, я думаю, что тоже играет какую-то роль в том, чтобы принять решение для употребления синтезита. Второй отчет сделан лабораторией экспериментальной онкологии и иммунологии, института СКАМТ, университета Литмо в Санкт-Петербурге, это международный научный центр растворной химии, передовых материалов и технологий, один из наиболее динамично развивающихся институтов России и по всему миру, это международный центр, в котором провели исследования синтезита, действия синтезита на раковые клетки, на клетки рака желудка и рака легких. Действие тоже оказалось совершенно феноменальным, я прошу прощения, не рак желудка, рак кишечника. Действие оказалось также феноменальным, то есть количество, кривая выживаемости нормальных здоровых клеток, она соответствует норме, то есть они синтезит на здоровые клетки, он не действует угнетающий, подавляющий, в то же время он действует подавляющий, угнетающий на клетки культур рака кишечника и рака легких, что говорит о его совершенно феноменальном действии на онкологические, так сказать, вот эти вот культуры, клетки. Пока говорить о том, что синтезит является лекарством от рака я бы не стал, это биологически активная добавка, это на сегодняшний момент, это активатор биохимических процессов, в любом случае он, в общем, помогает выживать организм, он может быть таким дополнением во время борьбы с онкологическими заболеваниями. Этот отчет также будет выложен на нашем сайте, вы можете ознакомиться, в ближайшие дни он будет переведен на английский и, возможно, еще какие-то другие языки. Кроме действия синтезита на клетки, на культуры рака легких и рака кишечника, было исследовано действие синтезита на цитокины иммунного ответа человека, организма человека во время какого-то заболевания. В данном случае проблема избыточности цитокинов с этой проблемой связаны тяжелые последствия при заболевании COVID-19. Этот иммунный ответ и избыточное количество цитокина переполняет легкие, переполняет различные системы органа человека и это приводит к тяжелым последствиям. Так вот, синтезит нормализует количество цитокинов и действует на воспалительный процесс, подавляя его. Я хочу поблагодарить Марину Духинину из лаборатории экспериментальной онкологии и иммунологии, которая провела вот эти исследования. Работа еще предстоит, но сразу можно сказать, что сегодня синтезит это препарат 21 века. Его действия еще предстоит, еще разные стороны его действия предстоит изучить, однозначно одно. Это феноменальный продукт, который повышает жизнеспособность, жизнестойкость организма, повышает комфортность. И я думаю, что мы будем продолжать нашу исследовательскую работу, но сегодня эти данные, они как раз говорят о том, что кроме субъективного восприятия наших потребителей, у нас порядка 100 только видеоотчетов, видеоотзывов, а на самом деле их сотни различных отзывов, когда люди пишут, как подействовал синтезит. Так вот, эти видеоотзывы, которые иногда вызывали определенную скептицизм у публики, эти видеоотзывы на сегодня однозначно подкреплены серьезными научными материалами. Я считаю, что это подтверждение прорыва, который являет собой синтезит. Субтитры создавал DimaTorzok